Против сборной Грузии играет обладатель «Крустальные совы», один из самых популярных игроков российской передачи «Что, где, когда» Илья Нобиков. Добрый вечер, Илья. Внимание, черный ящик! Госпожа Митревеля. Да, господин ведущий. Правитель Сиракуз, Дионисий Старший, так боялся покушений, что приказал одному из своих рабов пользоваться горячими углями. То, что заменяли эти угли, сейчас находится в черном ящике. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Время. Он боялся заменять. Да, да, да. Что, если вместо углей что-то использовали? Да, вместо углей, а он... Может быть, вместо открытого огня? Нет, нет, именно этот человек... Отравить можно. Одному из рабов. То, чем заменяли угли, я не понял. Время было заменено углями, она сейчас есть. Вместо чего-то начали использовать угли. Рассказываю, горячие угли, горячие угли. Так, может, то есть, или... Для чего? Может, от отравления помогает? Нет, нет, горячие, горячие. Грелка какая-нибудь. Для чего? Для чего могли бы быть? Чем? Или белое, чем-то обливают. Что-то, горячее может быть? Как это могло спасти от покушения? Что должно произойти, чтобы... Отравить, застрелить, заколоть. Жилье, бронежил. Нет, ну, тут бронежил, и это не может быть. Нет, но чем они могли его тогда увидеть? Они могли его зарезать, могли... Может, чтобы не перерезали горло бритвой, а не знаю. И что, и он прижигал? А угли ему зачем? Он расслабил. Горячие угли ему прижигать что-то, так? Нет, или самому наоборот. Что согревать-то? Если он холодеет, ему прижигать что-то, а? Тишина, счет 4-3. Господин Рапава, вы отвечаете или берете дополнительную минуту? Нет, нет. Тишина! Мы возьмем... Если вы повторите нам вопрос, мы возьмем минуту после этого. Правитель Сиракуз Дионисий Старший так боялся покушений, что приказал одному из своих рабов пользоваться горячими углями. То, что заменили эти угли, сейчас находится в черном ящике. Тишина! И что? Что в черном ящике? Время. Рыгал бороду, не знаю. А, то есть раб его обслуживает. Чем-то пользоваться он приказал. Да, чтобы им не... Подожди, стоп, стоп. Тогда углями, может, купали или что-то такое. Нет, нет. Горячие они, горячие. Горячие угли. А что? Ну что? Они стригли волосы. Горячие угли. Да, да, да. И что? Ну вот так уж. Что-то им прижигали. Да, вместо ножниц. Чтобы еще острого не было. Вместо ножниц были тогда. Чем стригли? То есть бриться не мог он, потому что он бы обжегся. Они могли не бриться, черепузок, бороды нашли. То есть им раб пользовался чем-то, а потом... Ну понятно, понятно. Да, да, да. Отравили, удушили, зарезали. Раб, да, да. Удушили, удушили. Горячий он боялся, что этот раб его убьет. Да. Как надо, можно... Чем можно... Да, да, да. Что-то делать. Раб мог его убить. То есть, а? Отвели что-то. Отвели. Горячие угли. Тогда ножницы. Да, ножницы. А может, гребешок или ножницы? Тишина. Кто отвечает? Тишина. Кто отвечает? Я сам отвечу свою версию. Мы предполагаем, что этот раб был, допустим, парикмахером этого господина. И он приказал своему парикмахеру использовать вместо ножниц горячие угли, чтобы прижигать ему, обжигать волосы лишнее, вместо того, чтобы обстригать. И что в черном ящике? Ножницы. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Масидзе, у вас другая версия была. У вас другая версия была, господин Масидзе. Вы имеете в виду бритву? Ну и помимо бритвы у вас были другие интересные версии. Бронежилет. А вы бы что выбрали, господин Масидзе? Я бы... Бронежилет, наверное. Я бы выбрал горячие угли. Господин Рапава. Как и Дионисий. Да, слушаю. Посмотрите на экран. Покажите нам экран, чтобы зрителям было видно. Дионисий Старший не жаловался на отсутствие волос, но, заглянув в черный ящик, ножниц очень боялся, чтобы не подпускать к себе человека с ножницами, приказал вместо стрижки опалять ему концы волос углями. Счет 5-3 в пользу сборной Грузии. Продолжение следует. Продолжение следует...